Всем привет, друзья, с вами Егор и сайт mp7forum.ru, и мы начинаем. Открывает сегодня список игра Downhill Cards 2. Первое моё впечатление было, что это аналог Happy Wheels, кто знает, все поймут. И ведь действительно, эта игра очень схожа с Happy Wheels, потому что цель одна, нам нужно выжить. Вы едете вниз в гарленой тележке, которую то и дело подбрасывает на кочках. И чтобы не перевернуться и уравновесить тележку, вы должны нажимать на левую или на правую часть экрана. В игре также присутствует рейтинг, и если у вас есть подключение к интернету, то вы можете посмотреть таблицы топовых игроков, которые набрали наибольшее количество очков, и пытаться соревноваться с ними, почему бы и нет. Игра бесплатна и не интегрирована с Xbox Live. А вторая игра известна всем. Называется она Dax Hunt. Да, это именно та старая 8-битная игра, в которую многие играли в детстве. Здесь есть и та самая собака, которую хотели все убить, и утки, и ружьё. Эта игра, разумеется, отличается от оригинала, но графическое исполнение игры остаётся верно в ретро-стиле, сохраняя ту же графику и звуковые эффекты. Внизу мы можем видеть цепь из 10 луток. Это количество нам нужно убить за раунд. И тут также мы можем видеть, в каких луток мы убили, а какие просто улетели. Игра идёт на очки. За каждую лутку нам даётся 500 очков. А если мы не убьём ни одной лутки, то собачка также будет смеяться над нами. Лично мне эта игра показалась довольно забавной, и, пожалуй, её можно оставить в своей игровой коллекции. Игра бесплатна и не интегрирована с Xbox Live. Третья игра называется Орб. Эта игра обладает довольно интересным геймплеем и красивой графикой. Вы можете проходить Орб снова и снова, ведь здесь вам предстоит управлять шаром, проходя через лабиринт квадратных платформ. При этом нужно избегать падения в пустоту. Секции можно перепрыгивать, используя различные бонусы. Как ни трудно догадаться, делать всё это вам придётся при помощи акселерометра. Несмотря на всё это, управление довольно отзывчивое, и даже в положении лёжа на диване. В распоряжении у вас будет 4 бонуса. Карта генерируется автоматически, и сложность, соответственно, постоянно возрастает. Ваша главная цель – выжить как можно дольше. Орб также имеет свою таблицу лидеров, где вы можете посмотреть лидеры за сегодня или, например, за всё время. Ну а теперь мы поговорим о суперхите Doodle Jump. Смысл игры очень прост на первый взгляд. Вам надо прыгать вверх по двигающимся ступенькам. Но не всё так просто, как нам кажется. Чем выше мы прыгаем, тем больше у нас на пути различных помех. Например, чёрные дыры, НЛО и всякие монстры. А в помощь нам игра даёт реактивные ранцы, щиты. И также бонусы ещё зависят от локации, на которой мы играем. Например, в космосе есть очень большая ракета, с помощью которой можно набрать огромное количество очков. Doodle Jump интегрирован в Xbox Live и стоит 3 доллара. Ну что же, ребят, вот обзор подошёл к концу. Ставим лайк и подписываемся на канал, и пишем в комментариях игры, на которые вы хотели бы видеть обзор. Всем удачи, пока! Субтитры подогнал «Симон»!